и государств. Полеты из указанных стран могут быть выполнены по специальному разрешению, выданному Росавиации и МИД России. Если говорить о конкретных примерах, то ситуация складывается непростая. Больше 30 стран действительно прекратили принимать российские самолеты, отменяют рейсы в нашу страну, и многие пассажиры иногда узнают об этом, уже зарегистрировавшись, находясь в чистой зоне, в зоне ожидания. Например, одна из семей Самарских находится сейчас в аэропорту немецком практически в сутки. И представитель авиаперевозчика не предоставляет даже временного жилья для всех этих людей, несмотря на то, что среди них есть и маленькие дети, и пожилые. Все они вынуждены ночевать на жестких сиденьях аэропорта. Находимся в 22 часа в аэропорту Шампорт-на-Майне, мы не можем выйти из аэропорта, да, да. Я так понимаю, что у них есть какие-то получения по лавочкам, но где-то доставили. Хотя на территории аэропорта тоже есть как-то. Кто-то меняет билеты на альтернативные рейсы за свой счет. Например, все еще возможен прилет через страны Ближнего Востока, либо через Турцию. Но цены на билеты в этом случае космические иногда превышают сотни тысяч рублей. А туроператоры, в частности зарубежные, наоборот, снимают с себя всякую ответственность. Мы сразу же начали писать своему туроператору, потому что, покупая у него путевку, мы заключили с ним в том, что он ответственный за наш отдых, непосредственно за возврат нас домой. Пока никаких предложений от них не поступало на наши вопросы. Они просят, призывают к пониманию, что они оказались тоже в непростой ситуации. Просто ждите, ждите желательно в аэропорту Софии все эти дни, ночуйте, не знаю, на полу, ешьте подножный корм. Принять необходимые меры для решения этой проблемы по вывозу наших российских граждан поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ведутся, конечно же, несомненно все это время переговоры. Например, сегодня состоялся телефонный разговор с министром туризма в Болгарии. Об этом сегодня сообщила в своем инстаграм-аккаунте Зарина Дагузова. Речь с министром шла о предоставлении хороших, качественных условий для граждан, которые вынуждены сейчас находиться на территории этой страны, а также для продления законностей пребывания на территории Болгарии. Дмитрий. Да, Евгения, спасибо. На прямой связи с нами была наша корреспондент Евгения Черчкина, которая рассказала сейчас о ситуации, которая складывается для российских туристов, оказавшихся за рубежом, и у которых сейчас очевидные проблемы с тем, чтобы вернуться домой. Ну а сейчас в прямом эфире к нам присоединяется представитель ЛНР в Совместном Центре по Контролю и Координации Режима Прекрасильная Адня. Роман Иванов, Роман Вячеславович, здравствуйте. Роман Иванов, Роман Вячеславович, здравствуйте. Да, я так понимаю, сейчас очень большие проблемы со связью, в том числе сотовой связью. Мы слышали вот несколько минут назад, во время прямого включения нашего корреспондента Курлаевой из Луганской Народной Республики, так что спрашивать буду коротко. Расскажите, пожалуйста, какова вот ваша информация за последнее время? Расскажите, пожалуйста, какова вот ваша информация за последнее время? Ну, в течение сегодняшнего дня Народная Милиция Республики продолжала освобождать территорию, занятую в свое время оккупационными вооруженными силами Украины. Мы освободили на данный момент основные пункты Лапаска, Станица Банка, Туриспинка Малова, Речишкина, Новохтырска, Новохтырска, Смиренский. В этих зеленых пунктах начинает останавливаться мирная жизнь. При помощи полиции, работу местной власти, начинает работу местной власти, начинает работу местной службы. И такое, что по сравнению, допустим, со Шташлением никогда не были снижены влагами, и всячески содействует восстановлению... Роман Вячеславович, вопрос, если позволите, за последнее время в соцсетях... ...по поводу того, как это реальная картина, как к этому относитесь, как к людям, в том числе в Луганской Народной Республике на это... ...среди люди... ...это то, что становится тишина. Для людей это очень позитивно на людей влияет, потому что это главный критерий для людей. То есть, когда они стреляют, то уже можно какими-то заниматься... ...среди людей... ...среди людей... ...среди людей... ...среди людей... ...среди людей... ...да, Роман Вячеславович, спасибо. ...связь, конечно, вот сейчас... ...очень сильно неудовлетворительная, наверное, так можно сказать. На связи с нами, как бы то ни было, был представитель ЛНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Роман Иванов. Ну, антироссийские санкции... ...вот сейчас... ...информация... ...больше навредит Евросоюзу... ...честь... ...по... ...стаги... ...политика... ...осудила специальную военную операцию... ...ДНР и ЛНР... ...днако, по словам Вайдель, ответственность за украинский кризис несет тут именно... ...эээ... ...именно Запад. ...эээ... ...ээ... 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 ...вступлением в Евросоюз и НАТО... ...тем самым мы втянули Украину в эту конфронтацию... ...чтобы Украина могла развиваться, ей нельзя быть ничем... ...а... ... jednak... ...закозможная информация... ...Um... ...мени... ...дустая... ...это... ...совершая... ...эксперт поfoldив disks... ... это просто интересная вашей. ...вылет decreasing. ... Ну, верно... ...окс ratt- a... ... fosse ж�ненький, ...это... ...lowt- К treaty fit们 Первый вопрос, конечно, мы сейчас всем все задаем, как вы встретили эту новость несколько дней назад о помощи ДНР и ЛНР. Понимаете, человек, как ты это воспринимал по-разному, потому что я думал, что сначала будет припевать ГРР, а потом... Работать надо. Не найдешь правды там, в белых обезьянах, самосыдешь. Как ты сказал наступление на Украину. Но, как ты там не была дальше, разбираться будем потом. Кто прав, кто виноват, кто сделал так, кто сделал так. Даже в нашей линейке распределение, как будет сжиматься, иногда. Но тебе не будет. Я не буду. Я не буду. Я не буду. ... поддерживать всячески. ПОЛЬКО победы, больше ничего не осталось. Я все... ... желаю. Не спил. Кто это продадает, человек тоже. Вы сейчас, я так понимаю, высказались по поводу, в том числе, и Ваших... ... тех коллег, да, которые высказались. Высказались как раз резко против. Вы рассказали... ...Отпуждение ее! Нельзя! Давай в спину летми, я увидел, как их поливают кровь. Твоей армии! Ты можешь не создать нас, но когда на бою... ...можи... В спорах, в том числе, ...и ожесточенно. Простите, я не учился, расскажи... ...здесь сейчас хромает. Я спрашивал, часто ли вам... ...с теми вашими коллегами... ...точно часто, я говорю, всегда... ...только в обедах, только... ...дальше будем... ...это... ...это... ...хот... ...это... 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 ...а сейчас одно... ...поддержка нашей армии. ...это... ...это... ...поддержка нашей армии... ...это... 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 ...психологической... ...это... ...это... ...психологических атак, которые... распространяются в том числе очень плохое очень идеологическое обеспечение почему не превращены вещах с Украины интернет-экспресс это просто сделано почему этого не было сделано это блок да, вот здесь тоже можно вспомнить как раз вообще хотели как раз выключить телеграм по-моему там еще о других социальных сетях шла речь где очень критическая масса но потом нужно выключить все кроме кто-то знает привозить в ощущение что украины полностью и война идет не только там пушкины и танками а что мы вернемся здесь в телепене, радио, мечтами мы должны здесь победить проигрываем и не считаем да, Владимир Владимирович что бы вы сейчас многим, наверное, людям да всем практически людям которые ждать ждать а все это что мы победим россия народный артист украины Владимир Бортко кто тысяч военных веков подготовили украинские националисты они используют фотографии разрушений в Донбассе говоря о российской агрессии наши снимают постановочное видео с актерами распространяются по социальным сетям подхваченные западными СМИ в том числе не только агрессивные прессы но и мейнстримовыми СМИ и вот еще некоторое время назад поступила вот такая новость глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев сообщил о планах парламентария ввести ответственность за дезинформацию в действиях вооруженных сил России в период военной спецоперации на Украине но сейчас давайте подробнее по поводу фейков кто их делает как их делают ну по поводу того зачем понятно расскажет Варвара Невская пыльно опустевшая дорога тяжелый военный автомобиль якобы российский солдат с автоматом наперевес и бесстрашная украинская девочка несмотря на холодный февраль одетая в майку и лосины прогоняет русского оккупанта на чистом английском языке что вы делаете что вы делаете убирайтесь обратно в свою страну это видео снято еще 9 лет назад во время очередного обострения Палестино-израильского конфликта что не помешало западным СМИ выдавать его за события сегодняшних дней а вот еще один кадр якобы мирную жительницу пострадавшую при уничтожении украинского аэродрома в Чугуеве снимали лучшие репортеры Запада фото в профиль и анфас слева справа в крови в бинтах в пластырях и без них вскоре щемящие душеснимки разместили на своих обложках десятки авторитетных СМИ среди которых Daily Mail Times и Guardian обвиняя Россию в атаке бабки сколько бабок бабки душеснимки любительские и на них чугуевская страдалица позирует уже без бутыл но с автоматом вместе с другими вооруженными женщинами из отряда украинской территориальной обороны на данный момент с помощью системы искусственного интеллекта обнаружено более миллиона тысяча тысячи фейков которые распространяются в русскоязычном сегменте сети и ты ради кого дело ты начал деньги зарабатывать так тебе бизнесмейкером тогда надо быть или ты дело хочешь сделать зарабатывать деньги это тоже дело просто там мирский бюджет ну как бы ну меня не касается это долгие фейки финансовые рынки поют роман в этом случае снимать ничего постановочно не пришлось BBC просто использовали кадры последствий обстрела жилых районов Донецка со стороны ВСУ в качестве доказательств российской агрессии в адрес мирных жителей в Харькове ожидаем откровенную ложь потолка не только западные масс-медиа но и официальные украинские структуры что-то сидеть больше на эти украинский концерн энергоатом заявил что запорожская АЭС не находится под контролем российских войск правда каких-либо доказательств конечно предоставлять не стал ведь их попросту нет российскими военнослужащими полностью охраняется и контролируется территория вокруг запорожской атомной электростанции персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме радиоактивный фон в норме а вот фон информационный оставляет желать лучшего помимо масштабной кампании призванной убедить мир в бесчеловечности и жестокости российских военных немало внимания украинские пропагандисты уделяют и фейкам связанным с тяжелыми потерями России пользователи убеждают что за три дня спецоперации РФ потеряла солдат больше чем за все время афганской кампании отдельный жанр украинского фейк-безумия видеоролики с якобы сдавшимися в плен российскими солдатами на поверку российский танкист оказался жителем Киева в казалось идеально выверенную информкомпанию вмешалась жена последнего не предусмотрительно не ставшая удалять совместные фото с любимым из социальных сетей фейки прицельно бьют и по финансовому сектору стращая жителей России последствиями санкций фейки массово плодятся не только в мессенджерах мега гибель мега гибель и тратят их не только на создание но и распространение фейков российский интернет заполонила таргетированная реклама якобы российских военных преступлений и охват подобной кампании может достигать до 80 миллионов человек Варвара Невска Варвара Невска Ольга Альбухина 200 Ну а какова сейчас обстановка в Киеве в столице Украины где напомним бесконтрольно раздавали оружие и боеприпасы всем желающим откуда приходит немалая доля тех самых фейков и что в других украинских городах прямо сейчас слово моей коллеги Натальи Соловьевой Утром в Киеве закончился комендантский час люди смогли выйти на работу в магазины, аптеки у супермаркетов тут же выстроились гигантские очереди но полки с водой крупами и тем что долго хранится уже пусты исчезли хлеб колбаса, консервы Сахара, соли вообще нет коллеги, бумаги нет также уже нет есть только остатки фирменных пачек гречки, макароны В Харькове взвинтили цены на хлеб люди дерутся за продукты в других городах начали орудовать мародеры они штурмуют магазина вынося все что можно от бытовой техники до сковородок а зачем ты берешь? мы все берешь все берешь? не, я не областай но у меня не надо мы зачем берешь? в городе Ахтырка власть обещает за мародерство расстреливать на месте и поднятие цен будет приравнено к грабежу такое же решение принял и мэр Житомира я всех попоряджу полиция я всех предупреждаю нацгвардия, полиция и тераборона получили приказ не задерживать мародеров а расстреливать на месте мародерство в городе не будет ночью жители столицы всех крупных городов вновь отсиживались в убежищах а утром пытались покинуть страну по данному ООН из Украины уже уехали около полумиллиона машин стоят в Киеве вы думаете Украина что? какие нет? это шикарная ситуация вы что не бачите? ну приехали с Полтавы три дня летили ведь это было на вокзалах Киева и Львова ситуация близка к критической толпы людей пытаются попасть в поезда стоят часами на перронах и буквально штурмом берут вагоны иностранные студенты застрявшие на Украине говорят что сталкиваются с дополнительными проблемами пытаясь уехать из страны сотни африканцев в том числе граждане Нигерии Ганны заявляют о вопиющем расизме африканцы африканцев отталкивают на нас кричат нас не пропускают через границу посмотрите как нас много гражданам Украины особое отношение так как африканцев заставляют ждать в стороне на холоде здесь много людей из Конго и Луанды они обращались с нами как с животными реально они были бессердечны не пускали нас через границу некоторые из них угрожали нам оружием мы просили дайте нам пройти а они говорили нельзя и прогоняли нас паника среди людей только растет за последние двое суток на руки всем желающим раздали больше 25 тысяч автоматов 10 миллионов патронов РПГ и гранат без документов и это значит что оружие получить может кто угодно включая уголовников по мнению властей патриотов все равно будет больше чем бандитов но как это объяснить тем кто уже потерял своих близких от рук националистов рыщущих по городам в поисках диверсантов Наталья Соловьева и Антон Дадыкин вместе вместе Продолжение следует... 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 Здравствуйте... в различные страны, вплоть до Японии, и там очень много перечисления. Надеюсь, наши коллеги из Вести экономики сделают большой обзор по этому поводу. Я так понимаю, что это нужно, конечно, еще каким-то образом... Политика это совсем людей... На ваш взгляд, как в дальнейшем продвигаться, вот это санкционное давление...